У меня был, знаете, какой-то вещий сон, значит, что вот Денис бежит, он маленький, на каком-то мосту стоит, а я молодая, и его вот так говорю, Денисочка, Денисочка, иди ко мне, он вот только вот учится ходить. И вот он бежит, сначала маленький, а потом вот уже это, в этих ботинках больших, и так тяжело так бежит. И вот я подумала, если я его сейчас поймаю, все, он будет жив. И вот я, я вот молодая, хватаю его такого большого и поднимаю вот так вот книгу, а он уже опять там маленький. И все, и я как-то это думаю, ну, нет, не может быть. Мы его вот своими руками посадили в самолеты, вправили, скажем так, на войну. Ну, мы вчера вот с Сюшей по скайпу разговаривали, она говорит, вспомни, пожалуйста, и расскажи, какой он вот, чтобы нас не расстраивать с отцом, да, он написал много писем, значит, ребятам, кто там остался, сказал каждую неделю писать, отправлять что-нибудь, то ли телеграммы отбивать, что жив-здоров, и все, все там это его рукой написано, причем у него почерк такой корявенький, вот его не спутаешь. То есть мы настолько долго не знали, что он вообще там на войне, и вот только узнали тогда, когда увидели в газете, что брали дворец Дудаева, и несколько солдат потерялись. Был 19 лет, никто ничего не чувствует в 19 лет, даже страха не чувствуешь, ты боишься, но, как бы, страшно было, было страшно, очень было страшно, да. Переживали все, вот не только родственники, но, вот, говорим, в 45-й школе, где я работала, ну, да вообще все учительство, потому что все знали, вот. Вот, и потом, когда он вернулся, ну, конечно, счастья было там, не было конца, и, значит, уже ребята там знали, я прихожу в школу, все знают, что Денис вернулся, все, значит, там подбегает мальчишка такой бойкий-бойкий, и он говорит, Алиентина Сергеевна, а на дворце Дудаева Дениска не написал, что он из строителя. Я говорю, не знаю. Ниже есть. Зима и холодно. Хочу на юг. Вы сделали это, да? Что? Мы сделали. Шать сам Басаев там не попал, но дом его мы проверили. Вот Андрюха Северяков стоит, с изъятым оружием. Ну все, хватит. Вот набор оружия, оружие изъятого в селе Веденов, в том числе и в жертву собранных. Хотел быть похожим на папу, и как бы не было какой-то, что я хочу быть милиционером, хочу быть пожарным, хочу быть, там, не знаю, учителем. Папа все умеет, папа все знает, папа все может, папа всегда помогает. Поэтому всегда хочется быть похожим на отца. Не важно, кто он по профессии. Отец, это отец. Родители, все, что дали ребенку родители, не даст никто. Я ему все время говорила, я говорю, Денис, ты знаешь, я тебя так люблю, я так люблю, и если тебя не будет, то мне будет очень плохо. И он никаких там обещаний не давал, ничего, головку опустить стоит. Вот, такой. Вот, такой. Равняйсь. Смирно. Равнение на средину. Товарищ полковник, личный состав в количестве СОБР-10, ОМОН-30 человек для убытия в очередную служебную командировку на Северный Кавказ готовы, докладывал командир ОМОН, полковник полиции Матвеев. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ полковник. Вольно. Поездка предполагает пять дней, поэтому много-то с собой брать не надо, так, чтобы было комфортно в автобусе, ну и на всякий случай вдруг что-то произойдет в дороге. А так, в принципе, умыться, поспать, да поесть. Единственное, когда надолго уезжаешь, единственное, когда надолго уезжаешь, ты берешь с собой уже все, подносишь рюкзак, выгребаешь все из шкафа. Пусть лучше будет и не пригодится, чем понадобится, и его нет. Поэтому, по такому принципу, в общем, я все это собираю. Три месяца. Три месяца. Да ладно. Знаете, все равно у нас служат люди, патриоты, скажем так, потому что любовь к родине, она не продается, не покупается. Денис Анатольевич Рудуно служит. В те времена, соответственно, наша зарплата была очень маленькой. Она была меньше даже, чем у охранников. И поэтому, в принципе, не за деньги люди шли работать, а по призванию души, скажем так. Ну, мы все воспитывались на фильмах про Великую Отечественную войну. Мы знаем, кто-то, 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 кто-то. Это все, в порядке, поедено было. Я даже не задумывался. Ну, и даже в детстве глубоком все мы хотели стать такие героические были у нас в профессии. Космонавт, летчик, путешественник, военный, милиционер. Он не любил, когда мы его провожали. Он не женатый был. И вот мы так вот из окна ему помашем. А встречать всегда ходили все вместе. Ксюшка, я и отец. Там уже слезами обольешься, и все, и все. И вот все вот эти... И вот он отцу рассказывал, да ничего там уже страшного нету. Да ничего там страшного нету. Ну, а я что, телевизоры не смотрю, что ли? Вот. Поэтому я даже вот его не спрашиваю, и как-то не считаю. Думаю, сколько же это он у нас съездил туда. Ну, знакомый, все ли. Я просто ее увидела у нас в каком-то школьном музее, да, и ко мне подходит руководительница, говорит, Валентина Сергеевна, это не ваш Денис. Я говорю, не знаю. Она говорит, ну, как не знаю. раскрывает, и вот он здесь. В такой форме я его и не вижу, и не знаю. Вот они идут. Наши бродяги на зачистке. Если ты идешь жить с желанием, да, то есть ты готов ко всему, понятно, что все перевернулось над наголом. Все перевернулось абсолютно, да, то есть смерть вот она рядом была, да, и какая-то нужда в чем-то, и где-то голод, где-то элементарная гигиена, да. А так, в принципе, когда ты готов к этому, я еще раз говорю, то есть когда ты читаешь старые книги, да, про войну, смотришь старые фильмы про войну, очень хочется быть похожими на этих героев. И когда ты попадаешь в такую ситуацию, уже пути назад-то нет. То есть нельзя сказать, ой, нет, тут слишком шумно, слишком грязно, слишком страшно, давайте-ка мы развернемся, и не будем того делать, что нам надо делать, потому что это несерьезно, поэтому надо сжать кулаки и делать. Не заряжать оружие без команды руководителя стрелять, не направлять в места вероятного появления людей. В любой нештатной ситуации ведение огня прекращается. На халяву жить не прокатит, говоря вот вашим языком, да, то есть, ну, чтобы что-то получать, нужно что-то отдавать взамен. Это, это жизнь, без этого никак, понимаете, то есть и от того выбора, который вы сделаете сейчас, да, от тех книг, которые вы будете сейчас читать, будет зависеть ваше будущее. В армии, особенно когда будете служить год, да, не тратите время зря, занимайтесь, да, утром, вечером висите на перекладине, у кого не получается подтягиваться, ничего страшного. День, два, месяц, полгода, через год попрет, вам самим это понравится. День, два, месяц, полгода, я, когда учился в школе, к нам приходили герои Великой Отечественной войны, герои Афганистана, тогда еще молодые парни, которые только что, да, это 89-й год, я помню, они нам рассказывали об этом, мы все мечтали служить в армии, да, воевать, мы все мечтали, мы занимались все в парашютной школе, тогда в Ленинском районе, и сейчас я понимаю, что ветерана Второй мировой войны остается все меньше и меньше, да, и если мы не будем ходить в школы, да, и рассказывать детям, показывать своим примером, да, что нужно служить Родине, нужно защищать свою девушку, маму, страну, да, то эту ветнишу быстро займут другие люди, они будут приходить и рассказывать детям о других вещах, абсолютно других вещах, а не хороших вещах. Желающих служить в специальных подразделениях всегда очень много, их всегда очень много, поэтому это престижно, это почетно, это интересно, это в хорошем смысле слова, это романтично, поэтому желающих очень много, отбор очень большой, очень серьезный, поэтому здесь нельзя говорить, что там у нас какой-то там закрытый там элитный клуб, там еще что-то, нет у нас, мы для всех открыты, то есть подходишь, все, пожалуйста, добро пожаловать в коллектив. А сейчас он уже полковник, я, ну, как это сказать, вот все, все равно я столь долго таким публичным человеком, все вот поздравляют, все, ой, Валентина Сергеевна, проставиться там надо, я говорю, не меня ведь, я говорю, еще сына не видела в погонах, вот, и вчера звонил своему начальству, я говорю, я завтра на работу не приду, у меня, говорю, сын полковника получил, и будет телевидение, ой, святое дело, ну, то есть, все, скажите, на какой программе, как мы будем там, ну, не знаю, смотреть. Самое, самое первое, вот самое первое, самое дорогое, тебе ее вручали, когда? Грозном, 95-м, это самая дорогая, конечно, медаль, самая дорогая, она же отличается, ее делали по старому лекалу, я так понимаю, здесь была напись СССР, у Олега Дмитриевича есть такая же медаль за Афганистан, СССР написано еще, а здесь 95-й год, видимо, не успели перенастроить оборудование, и просто убрали надпись СССР, поэтому она для меня самая, самая дорогая. Мне всегда хотелось сказать, служу Советскому Союзу, и вот тогда, когда мне ее вручали, я это и сказал, вот, и командир мой пожал мне руку, старый такой советский офицер, поэтому и отношение такое вообще к наградам. Вторая медаль была в 99-м году, в 99-м году, это начало Второй войны, за отличие в охране общественного порядка, у нас была командировка станицы Каргалинская, по-моему, да, Каргалинская, это мирование с Дагестаном, там два месяца были, как раз это было 99-й год, вот, вот, такая была командировка, любопытная, это 2001-й год, так, можно я об этом рассказывать не буду, вот, не буду, не потому, что не хочу, просто не буду. Нас Грозный встречает Алмана и сыростью зимних ветров Россия осталась за нами, в горах у нас много врагов, чеченской грязи нахлебались, кто знает, быть может, не зря, нелегкая служба досталась, тем, чей позывной бог миловал, никто не предавал, да, я уверен, что никто не может сказать, что я кого-то предавал, не без примеров, конечно, три, четыре, прошу прощения, четыре моих командира здесь, в Муртии, это Рашид Полов, Ильяс Хананов, Марат Сибаев и Олег Матвеев, это четыре таких скалы, да, которые дали очень много, научили очень много, о которых можно очень долго говорить, про каждого из них можно снять просто сериал многосерийный, каждый из них это настоящий полковник, поэтому было бы позором на таких примерах не вырасти, так что здесь мне очень повезло. всю мою уже сознательную жизнь он оттуда не выбирается, честное слово. И сейчас ведь вот он женился, вот у нас Катюша родилась, Светочка у меня такая умница, я вообще вот наверное здесь даже теперь заплачу. Настолько благодарна. И не потому, что она тоже в полиции работает, ну наверное потому, что тоже человек вот такой закалки, там Светы такие, вот я не знаю, ну нервы что ли, она умеет как ему сказать, что ему сказать, ко мне они приходят веселые, радостные. Вот так же вот стол накроем. потрясаю. М paralyzed балочка будет выходить. Молодцы поздравляем, сыну любима внимаем, дарим цветочки и папа и матери и макат цветочек. Дом для человека начинается с семьи, с города, потом все это вырастает в границе всей нашей страны, поэтому нельзя говорить, что пусть они там что-то делают, где-то далеко, в тысячи километрах. Нас это не касается. Нет, нас это касается. Это очень сильно нас касается. Потому что если мы позволим где-то в одном месте что-то взрывать, что-то там сжигать, кого-то расстреливать, рано или поздно ты придешь к нам... Паша, а страшно ведь умирать? Я не знаю. А страшно вот это? Я не знаю. Я живой, я не могу сказать, страшно умирать или не страшно. Не могу сказать, я не знаю. А когда товарищи гибнут? Это страшно. Это страшно. До слез страшно, но мы выбрали это сами. Есть такая профессия, да, родину защищать. Многие говорят ее с ухмылкой, многие говорят ее не понимая, но лучше не скажешь. Лучше не скажешь. Никто не придумал. Лучше от этих вот простых снов, потому что если родину не защищать, то и не будет родины. Это страшно. Музыка. 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 Продолжение следует...